Москва или Рим, Берлин или Токио, а может быть все-таки Париж. 30-этажные силуэты башен Метрополия видны издалека. Отсюда до Кремля всего 6 километров. Жилой комплекс выполнен в стиле кирпичный экспрессионизм. При этом у каждой башни свой характер. Здесь каждый дом играет гранями на свету и в определенное время дня он играет по-особенному. Скажем, в Риме очень красивая плитка с золотым отливом. Париж и Берлин имеют грани как у алмаза, очень красивые. Вам в целом какой больше нравится из корпусов? Это конечно Рим, Москва и наверное еще Берлин скорее всего. Я так понимаю, что вот они уже сейчас готовы, да? Да, мы начали выдачу ключей сегодня уже первого дома с отделкой. Это башня Токио. Уже выдано более 600 ключей. Вход в коммерческие помещения с внешней стороны, а внутренняя сторона самого жилого комплекса, внутренняя территория, это в первую очередь конечно же концепция двор без машин. То есть здесь никаких машин не будет. Александр, еще одна детская площадка, как я понимаю, я их насчитал уже, это, по-моему, третья. Да, все верно. Это такая зона, где можно спокойно самому выйти с ребенком, присесть на скамейку и наблюдать за тем, как твое чадо играет и занимается спортом. Территория детских игровых площадок везде покрыта антитравомобезопасным покрытием, прорезиненным и доступ сюда абсолютно из каждого корпуса. Ну что, я предлагаю зайти в один из самых красивых корпусов. Ну, как на мой вкус, вот очень красивый цвет кирпича этот темный. И здесь магия начинается уже с порога, потому что, оп. Особенно актуально в наше время, когда пандемия, да. Лишний раз не браться за поручень. Что касается дизайна, он отличается во всех лобби. Абсолютно. Каждый дом уникален не только с внешней фасадной стороны, но и внутреннее убранство дизайнерских лобби абсолютно уникально. Да, скажем, в Москве здесь применена плитка под дерево. Это керамогранит. Он абсолютно устойчив к каким-либо видам истирания. И такие вот мраморные панели также здесь применяются. Предусмотрено также помывочное для лапок собакам и санузел. Лифты Otis потрясающие, очень высокие. И скоростное время нажатия кнопки до приезда лифта всего 50 секунд. Не более 50 секунд. Не более 50. С любого этажа. Мы на паркинге. Я так понимаю, что здесь еще есть и кладовки, которые сейчас начали продавать. Да, все верно. У нас как раз старт продаж кладовых помещений буквально 3 дня назад состоялся. Также старт продаж машин и мест под второй очередью. Кладовое помещение у нас очень интересно выполнено. Это кабинетного типа кладовое помещение. То есть это комната, в которую имеет доступ только человек, который приобрел. Оформляется она также в право собственности. Площадь какая там? От полутора метров до 15 квадратных метров. Доступ именно с парковки. Подъехали на машине. Можно подобрать машинное место так, чтобы оно было рядом с вашим кладовым помещением. В башнях первой очереди жилье на 99% уже распродано. Здесь осталось всего несколько квартир, которые в ближайшее время наверняка станут чьими-то. Но на подходе вторая очередь. Наружные работы здесь практически завершены. Тепловой контур закрыт. Это значит, что даже с наступлением холодов внутренняя отделка будет продолжаться. Выполняются работы по монтажу наружной канализации, фекальной, канализации водосточной. И, как мы можем увидеть, рядом с корпусами ведется обратная засыпка пазухов и готовится к благоустройству. Сегодня мы, наверное, хотели вам показать внутренние работы. Это работы по отделке МОП. Вы сказали, что контур закрыт. То есть дома теперь внутри уже не будут. Да, смотрите. Мы можем обернуться, да, увидеть. Так как отопление еще ведется, монтаж, а зданий их его нет. Поэтому генеральный подрядчик монтирует временные котельные, которые будут обеспечивать температурно-влаженственный режим для выполнения отделочных работ. По сути, здесь уже теплые дома. Да, да, конечно. Здесь мы видим, видите, уже смонтированная гребеночная группа. Да, если вы даже потрогаете, уже видим, что она обогревается. В местах общего пользования, где мы сейчас с вами находимся, обеспечивается температурно-влаженственный режим за счет временных котельных и постоянных гребеночных групп. Полностью произведен монтаж лифтового оборудования. Ну, соответственно, без откосов они относятся к отделке. Но лифты уже ездят в режиме доставки. За потолочном пространстве смонтированы все инженерные сети. Это слаботочные, электрические. Сейчас заканчиваются работы по монтажу водопроводных сетей и сплинкерного пожаротушения. Хотел бы обратить внимание, что установлены все двери. Мы можем зайти в квартиру и посмотреть, что происходит уже по отделке в квартире. Это трехкомнатная квартира с двумя санузлами. Здесь мы видим, произведены все работы предчастовые. Здесь, значит, устроена полностью стяжка. Это цемент-песчаная стяжка с добавлением фиброволокна. Здесь мы видим оштукатуренные, ошпаклеванные стены. Потолок – это гипсокартон ВГКЛ. Здесь ГКЛ, не влагостойкий. А в санузлах и в мокрых зонах потолок у нас из влагостойкого гипсокартона. Соответственно, так как все уже сделано, мы видим, что уже смонтированы водорозетки. Значит, соответственно, вода заведена. Проведено отопление. То, что мы и говорили. Здесь довольно тепло, кстати. Да, тепло. Соответственно, здесь уже смонтированы разводка электрики. Ну, соответственно, без оконечного оборудования. Слаботочных систем. И даже, обратите внимание, что произведен монтаж крытой подводки под внутренние блоки кондиционеров. И мы видим, что за окном уже выведены под наружные блоки. Что здесь нужно еще сделать сейчас строителям, чтобы сюда уже люди зашли и начали свой ремонт? От нас остается заделка штроп. Закончить установку оконечного оборудования. Это розетки, согласно дизайн-проекту. Да, и, соответственно, установить постоянные конвекторы. Сейчас мы их не ставим, чтобы их не повредить при монтаже. И выполнение двух слоев финишной шпаклевки. То есть это совсем минимальная работа? Это минимальная работа как раз остается у нас на зиму. Мы сейчас находимся в том месте, где еще недавно только был котлован. Сейчас выполняются работы нулевого цикла. Это подземная часть. Планируется завершение к концу января. По ту сторону мы уже видим, что у нас делают обратную засыпку. Там, где нет шпунтового ограждения. Выполняется сейчас армирование, бетонирование подземной части минус первого и минус второго этажа. Что-то поменяется здесь вот с изменением погоды? Нет. Темпы будут все те же самые. Будут добавляться противоморозные добавки в бетон. Выполняется обогрев бетона для наращивания набора прочности. Тут сейчас еще не угадываются башни. Сколько здесь всего будет? У нас 7 секций. Из них 4 30-этажных башен. А остальные малоэтажные. Сейчас у нас на данный момент подземная часть минус второй этаж полностью весь залит. Сергей, ну вот мы сейчас оказались в центре башен. Они все на разных стадиях. Одни уже, мне кажется, совсем готовы для заселения. Другие еще в такой активной фазе строительства. По правую руку очередь 1-1. У нас здесь завершающая стадия. По левую руку очередь 1-2. У нас все в процессе строительства. Из 37,5 тысяч кубов у нас залили 27 тысяч. Сейчас выполняются работы по каменной кладке активно. Приступили к монтажу светопрозрачных конструкций. А башни растут ведь очень быстро, я так понимаю. С какой скоростью этажи появляются? 10 этажей максимальная этажность у нас достигала в месяц. В месяц? В среднем 8-9, да. Это была динамика строительства. Ежемесячный отчет застройщика MR Group. Увидимся ровно через месяц здесь же. Пока.